Нейроэстетика. Раздел эмпирической эстетики. Нейроэстетика была впервые определена в 2002 году как учение о нейрологических принципах создания и анализа произведения искусства. Нейроэстетика использует нейробиологию, чтобы объяснить эстетический опыт на уровне нервной системы. История. Термин нейроэстетика был придуман в 1990-х годах британским нейробиологом Семиром Зеки, который считается родоначальником направления. Зеки начал изучать нейрооснование творческого потенциала в 1994 году. В 2001 году основал институт нейроэстетики. С 2008 года является профессором нейроэстетики в университетском колледже Лондона. Ранние исследования в области нейроэстетики в 90-х годах, проводимые Зеки индийским неврологом Вильянуром Рамачандраном, показали наличие связей между визуальным подходом художника и тем, как его мозг обрабатывает визуальную информацию. 8 законов художественного опыта Рамачандрана Вильяну Рамачандран и его партнеры разработали теорию художественного опыта человека и нейронных механизмов, отвечающих за этот опыт. В нее вошли 8 законов, которые представляют собой основную структуру для понимания аспектов изобразительного искусства, эстетики и дизайна. Рамачандран перечисляет следующие законы. Принцип максимального сдвига изоляции, группирования, контраста перцепционного решения проблемы универсальной точки зрения, визуальных метафор, симметрии, мозга и искусства. Исследования показали, что существует взаимосвязь между состоянием нервной системы художника и его художественной манерой. Так, травма мозга, полученная в течение жизни, может значительно изменить стиль произведений. В качестве примера исследователи приводят голландско-американского экспрессиониста Вильяма де Кунинга. Прогрессирующая болезнь Эльцгеймера существенно повлияла на его творчество позднего периода. Его работы стали более абстрактными.